Подтягивания, отжимания на брусьях, выход силой, классические упражнения. Еще одна номинация – фристайл, в переводе с английского языка – свободный стиль. Это могут быть упражнения на силу, на пластику. Руслан Никитин говорит, что специально комплекс не подбирает, импровизирует под музыку или под настроение. Участнику турнира 18 лет, воркаутом он занимается 3 года. Сегодня его цель – выход на краевой уровень. Увидел друга, как он занимается, и посмотрел в интернете, как занимается Денис Минин на турниках. Мне понравилось, решил заняться этим. Со временем приходится, все потом. Даже то, что силовое, становится легким. Никита говорит, что этот вид спорта одновременно доступный и захватывающий. Первые месяцы, всякий раз, когда видел турник, подходил и делал несколько упражнений. Организаторы говорят, что такая демократичность в доступности, пожалуй, основное преимущество воркаута. На данный момент в Анапе 12 площадок, похожих на эту, передвижную. С ней обычно ездят по сельским населенным пунктам, но в ближайшее время в них планируется установить 5 подобных сооружений. Основная фишка – это доступность. Тяжело зайти в зал, заплатить денежку, ходить на тренировки. Здесь любой турник, в любом дворе, масса всеразличных упражнений, элементов, которые позволяют стать сильным. Тренировки можно устраивать в любое время, дня и на любой площадке. Вот это приоритет. И на это и рассчитано. Это муниципальный этап краевого фестиваля дворовых видов спорта «Прорыв». По словам его организаторов, на турниках и брусьях уже вторая волна спортсменов. Их около двух десятков. Первая волна занимала лидирующие позиции в регионе с выходом на общероссийские соревнования. Сейчас стоит задача вывести новичков на тот же уровень. Продолжение следует...